И мы не видим, а он есть. Первое, о чем подумал Сандра, когда получил штраф с камеры, снимок обработали в фотошопе. Абсурд, но объяснить это иначе и правда сложно. Я всегда сажусь за руль. Я вообще всех пристегиваю, когда сажусь, и сзади сидящих, и спереди сидящих людей. И я понимал, что я не мог не пристегнуться. Чуть-чуть приблизил, и сразу можно увидеть было, что как будто ремень безопасности есть, но при этом, понимаете, его как будто отфотошопили. Не ремень безопасности, а скорее его тень. На фотографии с ГИБДД с трудом рассмотрел и Александр. Темная куртка и черные полоса слились. В итоге штраф в тысячу рублей. Я внимательно посмотрел фотографии, увидел, что там очень слабая детализация. Я находился в черной куртке, а на фотографии куртка такая фиолетово-розовый цвет. Это не случайный блик. Цветовой фокус быстро разгадали в компании по разработке систем видеофиксации. Установлена цветная камера с вынутым из нее инфракрасным фильтром. Сделано это для того, чтобы камера не была слепой ночью. Камера рассчитывалась на то, что она будет оснащена этим фильтром. Когда этот фильтр из нее вынимают, она начинает просто смешивать цвета. Видите, здесь зеленый снег. Куртка эта, я уверен, была не фиолетовая. И ремень тут фиолетовый. Мы провели свой эксперимент. Нашли камеру, работающую по принципу дорожной. Объектив для наглядности разделили на две части. Справа привычные глазу цвета. Слева инфракрасного фильтра нет. Все синие и черное превращаются в фиолетовое, становясь одним целым. Добавить грязное лобовое стекло, расстояние и вуаля. ГИБДД объясняют. Не то, что техники, даже человеку порой не удается увидеть погрешность. Инспектор ГИБДД при получении информации с камер фото-видео фиксации в первую очередь визуально оценивает изображение. В случае с принятием решений по применению ремней безопасности этот фактор встает на первое место. В день на одно должностное лицо, на сотрудника ГИБДД приходится обработка нескольких тысяч административных материалов. Такие постановления можно и нужно оспаривать через госуслуги. По статистике, вероятность ошибки камер меньше процента. Но сбои все-таки случаются. Автоэксперты всерьез советуют водителям носить светлое и яркое, чтобы ремень было видно. Многим знакомо вот такое приспособление заглушка. Некоторые использовали ее для того, чтобы не пристегиваться и система безопасности в машине не срабатывала. Очевидно, что пристегиваться нужно. Это вопрос жизни и здоровья. Только теперь водителям потребуются новые гаджеты. Например, вот такая белая накладка. Черное пальто, черный салон и контрастный ремень. Надеюсь, что камера все распознает правильно. Наши герои свои штрафы оплатили, но собираются их обжаловать. И, скорее всего, деньги им удастся вернуть.